Сегодня Бог есть Бог-Даятель. Одно из слов, которое ярко заметно, это как Бог является Даятелем. То есть Бог дает. Настолько это выражено по всей Библии, Он то дает жизнь, Он дает спасение, Он давал силу, Он давал дари, Он давал таланти. Вот Бог дает людям восстанавливаться. И что интересно, мы как христиане часто, именно то, что кем Бог является, дьявол пытается нас убедить в противоположное. Специально для того, чтобы наша вера в Бога была слабая, и в результате не получили от Бога то, что Он хотел бы нам давать. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог есть Бог-Даятель. Даже если Бог обращается к тебе, просит что-то, это не потому, что Он собирается тебя лишить чего-то, Он хочет дать тебе чего-то еще больше. Если мне не открыто, что Бог-Даятель, Бог отвечает, Бог реагирует, мои молитвы точно так же не будут живыми. Это очень важно, чтобы это откровение пришло в нашей жизни. Иаков, первая глава, Библия говорит с 16 стиха по 18. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершений не сходят свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тень перемене». Смотрите, согласно тому, что здесь написано, «Бог, все, что доброе и совершеннее приходит от Него». Первое, это означает, от Бога исходит только доброе. Скажите со мной «доброе». Это означает, «Все, что не доброе, все, что худое, не от Него». Часто люди путают, что от кого пришло. Часто мы обвиняем Бога в том, что Он не делал. Я не знаю, вы в жизни когда-нибудь встретили ложные обвинения или нет? Оно очень болезненно воспринимается. Когда клянутся, тебя обзывают в делах, которые ты не делал и даже не планировал делать, но говорят, как будто сто процентов сделал. Точно так же я не могу видеть какую-то аварию на улице. Я не пойду обвинить министра, потому что сегодня было десять аварий. Вам надо уволняться с работы, потому что столько аварий. Он скажет «Не, не, 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 я дал все правила дорожного движения, бюджет, мы сделали все, все светофоры проработали. Но если кто-то едет на красный светофор, почему обвинять министра в этом? И будет авария». Вот заметите, что Бог дает добрые дари. Скажите «добрые». И говорится «совершенные». Заметите, что дари Божие, то ли это для жизни, то ли это духовные дари, то ли это таланты, то ли это способности, то ли это одежда, машина, неважно что, его дари совершение. И мне нравится вот такое слово. В нем нет, он не меняется, и в нем нет ни тень, ни перемены. Допустим, было бы солнце оттуда, допустим. И я здесь, тень у меня была бы там. Солнце поднимается, и тень, позиция тень начинает меняться. Если здесь ровно, аж тень даже становится такой маленький, что исчезает. Потом перебирается туда. А вот Библия говорит, наш Бог не меняется, так как меняется тень. Не меняется. Важно помнить, что при этом же Бог не изменился, потому как меняется мое настроение. Когда меняются обстоятельства в моей жизни, Бог не изменился из-за моих обстоятельств. Если мы здесь на собрании, и Бог реален, когда я на улице, и у меня украли кошелок, Бог такой же реален и не меньше, потому что поменялись мои обстоятельства. Люди разные, желания разные, а наш Бог постоянен. Это означает, Его Слово не меняется, Его обетование не меняется. То, что Он обещал, Он исполнит, потому что Бог никогда не меняется. Скажите со мной, аминь. Если Бога обещал, Бог сделает. Он постоянен. Вот написано, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Иисус сказал так, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Заметите, что Иисус о себе говорил, а я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это Иоанн, 10, 10. Получается, когда вор приходит, у него только одна цель, либо воровать, украсть, убить и погубить. И поэтому, если Он преуспевал воровать у тебя что-то, не обвиняй в этом Бога. Потому что вор, понятно, для чего Он приходит. А для чего пришел Иисус? Написано, а я пришел, чтобы имели жизнь. И не просто имели жизнь, а с избытком, больше, чем надо. Вы знаете, что меня радует? Да, дьявол атакует, да, дьявол приходит воровать, но помните, рядом еще пришел Господь Иисус. Не важно, какие угрозы дьявол создает в твоей жизни, если ты повернешься в направлении Господа Бога, там предлагается тебе жизнь, жизнь, жизнь. И притом жизнь с избытком. Если приходит ко мне депрессия, все, что мне надо, это повернуться к Иисусу, Он предлагает радость, Он предлагает мир. Скажи, да, аминь. Каждый раз, когда гнев стучит в твою жизнь, помни, Бог тебе предлагает любовь, взаимопонимание, мир и покой. Скажите со мной аминь. Мне нравится, как говорится к римлянам восьмая глава, послание к римлянам 8,32. Написано, тот, который сына своего не пошадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует дарует нам и всего. Вопрос большой. А что же дает Бог для того, чтобы подумать, на что способен дать Бог? мы определяем Бога каким-то образом, исходя из того, как мы его определили, мы даже некоторые вещи к нему, чтобы просить, даже мы даже не думаем. Вы понимаете? Но это просить Бога, это же не его компетенции. Заметите, это враг поражает нас, потому что заметите, написано, если он не пошадил, не удержал своего сына, имеется в виду Иисуса Христа, отдал его за нас, то все остальное еще легче, самое дорогое, что у него было, это когда он отдал своего единородного. Если он смог отдать единородного, то он отдаст все остальное. Когда он отдал сына своего Иисуса Христа в жертву Иисуса, он умер за все, что касается твою жизнь. В сыне было все. кто принял сына, теперь имеет доступ ко всему. Если ты не принял сына, ты отказывался от всего остального. Потому что все, что Бог дает, оно дается согласно этого местописания после того, как мы приняли сына. Согласно 1 Тимофея 6 глава 17 стих Богатых в настоящем веке увешивай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Давайте попробуем посмотреть на это местописание. В этом местописании так обращение идет к богатым, вернее обращение идет к Тимофею. Тимофей, да, в твоей церкви будут богатые. Хорошо. Передай этим богатым, что им передать? Чтобы они не уповали на богатство свое, а на Бога. Но он не сказал, забери у них богатство, чтобы они не были богатыми. Он сказал, чтобы они не уповали на богатство. Заметите, Бог не сказал, пусть они избавятся от богатства своего. Написано, уповайте на Бога. Дальше пишется, почему на Бога? Потому что это Он нам дает, дающий нам все обильно для наслаждения. Я раньше думал, что все, что я имею и приносит мне наслаждение, это греховное. Пока я случайно не встретил это место писания. Я помню, мне подарили пиджак давно, длиннее, вот, когда я так стою, пиджак был так длинный, что оно сюда доходило. Я думал, вот, я благочестиво оделся. Но оно мне ужасно не нравилось, потому что оно ужасно. Фотографирую, короче, встречаю это местописание, оказывается, Бог не против, чтобы я так оделся и посмотрел, и обрадовался самому собой. Оказывается, он не против этого. Заметите, Бог готов дать тебе то, что надо для того, чтобы ты радовался жизни. Скажите аминь. Но при этом, чтобы ты не потерял свою веру, свое упование на Бога, свои отношения с Богом. Бог говорит, упование на Бога первое и главное. Вы знаете, почему многие люди никогда не просят у Бога новую квартиру, новый дом или что-нибудь, что удобно, потому что они думали, просить, чтобы мне было хорошо в жизни, это греховно. А это местописание не говорит, что это греховно. Но что греховно? Терять упование на Бога. Вот это плохо. Поэтому если дорогая одежда забирает твое упование на Бога, тогда тебе дорогая одежда не надо. Потому что из этого цене твое хождение с Богом, твое спасение. Скажи Амин. Но Бог не считает, что можно терять спасение только от того, что ты радуешься жизнью. Поэтому Псалом 36 говорит, 4-5 стих, там написано, что утешайся Господом и Он исполнит желание сердца твоего. У кого-нибудь из вас есть желание сердца или нет? Это называется мечти. Оказывается Бог дает или в чем? Что Он дает? Дает исполнение мечти, желание сердца моего. Вот я помню в детстве у меня были желания хорошие. У меня было желание иметь велосипед, который едет быстрее велосипед соседнего малчика. Вот такое желание у меня было. У меня было такое желание, что у меня велосипед и мы с малчиком вышли на дороге и как мы начинаем кататься и я а он смотрит на меня и говорит ух ты поэтому однажды мой дядя он полицейский был подарил мне свой велосипед они высокие полицейские в Зимбабве высокие велосипед были потому что они должны видеть что где происходит но ничего я сел но она скоростная также и поэтому я искал нашел малчика и мы говорим там за 5 долларов но так бесплатно скучно поэтому мы сказали за 5 долларов кто победит забирает поэтому чтобы серьезная была гонка вот и поэтому я сел на полицейский велосипед как мы начали он первый там 5 секунд он впереди меня был но потом как начал разгоняться мой полицейский велосипед я его и забрал 5 долларов я хочу вам сказать детское желание я хочу вам что сказать бог даст тебе желание твоего сердца бог желает чтобы мы знали что он может дать что еще бог дает бог дает будущность и надежду написано еремия 29 11 ибо я один знаю какие намерения я имею о вас это еремия 29 11 дать вам будущность этого блага дать вам будущность и надежду бог всегда дает будущность даже если ты находишься рядом со смертью и тогда уповай на господа он дает будущность и надежду человек который теряет надежду упадок приходит он парализован он арестован он уже поражен бог зная это он сказал а я даю надежду я даю будущность он дает не только это библия говорит так бог дает мудрость скажите мудрость он не только дает мудрость офисианам 117 написано так офисианам 117 говорится что бог что господь даんと дух премудрости и откровения он не только дает тебе порцию мудрость он говорит нет мудрость так важна что я дам тебе дух при мудрости. И он будет производить в тебе мудрость постоянно, все время. И ты будешь развиваться в мудрости. Скажите, мудрость? Я вас не слышу. Знаете ли вы, что наличие мудрости улучшит твою жизнь, когда больше ничего не поменялось, кроме мудрости. Если деньги не добавятся в твою жизнь, остаются на том же уровне, где ты. Но мы добавим мудрость. Твоя жизнь изменится колоссально. Смотрите. Галатам третьей главы. Если Бог тебе дал какой-то талант, он не забрал назад. Если Бог дал тебе какое-то призвание, он не забрал назад. Оно может не проявляться, но он не забрал. Поэтому даже, говорится, дари призвание, они не отложены. Если Бог дал, он не забирает. Смотрите. Бог однажды пришел к Аврааму. И говорит, Авраам, да, благословляя, благословлю тебя. Все народы благословятся в тебе. И вот смотрите. Бог дал благословение на земле. Чуть ли не все отдал Аврааму. Я всегда думал. Слушайте внимательно. Я думал, вы тоже. Я всегда думал, что Иисус Христос, когда пришел с неба на землю, Он принес у меня благословение. Я всегда так думал. Но когда я потом случайно, это место я читал много раз, но когда я начал его изучать, я понял, что Иисус мне с неба ничего, кроме моего спасения, не принес. Я прочту так, как мы с вами думаем. Дабы благословение Божие через Иисуса Христа пришло, распространилось на нас, язычников. Аллилуйя, слава Богу. Но так не написано. Вы заметили? Заметите благословение Авраамов. Объясню. Однажды Богу понравилось, он так понравился Авраам, что он ему дал благословение все. И когда Иисус пришел с неба, Он не принес новые благословения. Кроме того, что когда Он умер, за меня я получил спасение. Скажите аминь. Он одно с неба благословения новых не принес. Не принес. Согласно этому местописанию, Он не принес. Потому что этих благословения Бог уже кому-то дал. Кому Он дал? Аврааму. Поэтому, когда мы пришли к Иисусу, мы не нашли доступ к тому благословению, новому какому-то. Нет. Он сказал, теперь, то, что Бог дал Аврааму, распространится и на вас. Но новых Бог нам не варил новые благословения. Они уже были в кармане Авраама. Так. Если Бог дал Аврааму, настолько дал, что даже Господь Иисус нового ничего не мог приносить, кроме как прийти и забирать то, что Бог уже дал, чтобы это одеяло распространилось на Киев, да? Но нового ничего. Потому что Бог уже дал. Это означает, везде, где я обнаружил, что Бог дал, это значит, на самом деле Он отдал. Скажите, Он отдал. Еще раз. Бог приходит к Моисею, Моисею там плачет. Господь, да, я устал, надоело, я один, несу все время. Бог говорит, хорошо, выбери, кого ты считаешь за старейшину. Он набрал 70 человек. Но помазание и благословение для того, чтобы вести израильский народ, Бог дал кому? Моисею. Когда Бог собрал 70-сторейшин, чтобы они помогли Моисею вести народ, на небе помазание, чтобы вести народ, уже не было передано Моисею. Вы понимаете меня или нет? И что делает Бог? Он с неба ничего нового не дал. Библия говорит, он взял от Духа, который был на ком? На Моисея. И начал им всем давать, но нового ничего не дал. Получается, когда я нахожу человека, которому Бог что-то дал, и оно мне надо, значит, мне нужно высказать, пастор Генри, а Иисус Навин ввел израильский народ после смерти Моисея. Да, я согласен. И вы думаете, что Бог с неба что-то нового дал? Нет. Что написано в Библии? Моисей подошел к Иисус Навин, что сделал? Возлагал на него руки, и Библия говорит, и Дух премудрости перешел на Иисус Навин. Но заметите, тут Бог ничего нового нигде не творит. Оно дано. Это говорит о том, что когда Бог говорит, я даю, Он не шутит, это серьезно, это правда, на это можно полагаться. теперь я понимаю, почему Библия говорит, все обетования Божьи, они да, во Христе, и они амин. Значит, если Бог такой посвящен, что Он говорит и Он делает, не отменяет, значит, могу полагаться на Его Слове. на Его обетование и просить у Него и ждать ответа. Скажите со мной амин. Амин. Я хочу сказать, можно просить у Бога. Говорится в Якове 4 глава 2 стих. написано не имейте, потому что не просите. Я вам скажу, второе написано, вы просите, но не получали, потому что просили не на добро. Я вам скажу честно, в христианской церкви больше не имеют, потому что просто не просят. по поводу мотивы, да? В христианской церкви более-менее обработано хорошо. Но настолько у них хорошие мотивы, что они даже боятся просить. Не думай, что Бог считает тебя за попрошайника, Он считает тебя за дитё, доверяющим своему Отцу. Я знаю, есть люди, которые выросли в семьях, которые когда приходят к папе и говорят, папа, можно опять просить? Мама, можно опять просить? Мама, иди к папе, папа, иди к маме, и не знать ребенку, идти теперь. И в них вырабатывается потом внутренний страх просить. От Иоанна 16, 23-24 И в тот день вы не спросите меня ни о чём. Истинно, истинно говорю вам, о чём не попросите Отца во имя моё, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя моё. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Оно, казалось бы, легко поручение Иисуса. Но смотрите, Иисус ходил с ними, но вот его можно было трогать, он живой. Привет, Иисус. И поэтому им что-то надо, они подходят к нему. Иисус в лодке с ними и буря. Они прибежали, Иисус, мы погибаем. Он выходит и говорит, умолкни и запретил ветру и всё утихло. Почему? Они к нему прибежали. И Он говорит, теперь не бегай, не бегай ко мне. К отцу во имя моё и то же самое, штормы ваши. Но тут понадобится вера. Потому что отец невидимый. Но действия те же самые. Империи расширялись, завоёвывая новые территории. Как мне в своей жизни завоёвывать территории и побеждать врага? В книге пастора Генри Мадава «Дух победителя» вы узнаете, как побеждать в духовной войне и не позволить врагу и обстоятельствам разрушить вас. По вопросам приобретения обращайтесь по телефону, который видите на вашем экране или пишите на электронную почту. «Дух победителя» «Дух победителя» Субтитры создавал DimaTorzok